Медиагруппа Авангард представляет В Сочи со 2 по 4 сентября 2020 года состоялась восьмая по счёту конференция по промышленной кибербезопасности Касперский Industrial Cybersecurity Conference. Наперекор сложностям и с учётом новых правил, мероприятие собрало в одном месте несколько десятков специалистов и ещё больше онлайн-наблюдателей. Истасковавшись по живому общению, участники быстро включились в обсуждение достижений, разработок и событий, всего, что случилось и изменилось за минувший с прошлой конференции год. Докладчики рассказывали о новых проектах и внедрениях, обозревали российскую и международную отраслевую регуляторику, а также делились лучшими практиками в области киберзащиты предприятий и объектов критической инфраструктуры. Чувствуется рост, рост узнаваемости конференции в мире. В этом году должно быть выстрелить ещё больше, с большим количеством международных спикеров с Латинской Америки, с Ближнего Востока. Но, к сожалению, у нас вообще были сомнения большие, что удастся ли нам провести эту конференцию. Мы сами видим, что с марта месяца большое количество конференций отменялось, и мы могли по инерции тоже быть отменены. Всё равно мы собрали программу достойных уважаемых экспертов, заказчиков, партнёров, но в рамках России. В этот раз конференция отличается тем, что она полностью российская, с российскими спикерами, с российскими гостями. Но мы не оставляем целей продолжать делать её в международных масштабах и, надеюсь, в следующем году сделаем её ещё больше, ещё более международной. Традиционно мы говорим о ходе той самой пресловутой цифровизации, о том, повлияли ли процессы, связанные с глобальным локдауном на процесс цифровизации или на построение и реализацию программ по кибербезопасности внутри промышленных предприятий. Немножко другую окраску стали приобретать все вопросы кибербезопасности, кибериммунитета. Начинаем переходить немножко от конкретных киберзащитных технологий, от кибербезопасности, начинаем переходить к темам решение задач промышленных. Да, это не совсем безопасность, это не совсем тема иммунитеты, это вопросы более высокого уровня, и это гораздо более интересно. То есть это проекты, это задачи, где кибербезопасность, вот эти технологии, они являются как бы частью, частью решения. В панельной дискуссии приняли участие, помимо главы лаборатории Касперского Евгения Касперского, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, директор Центра ЮНИДО Российской Федерации Сергей Коротков и представитель НКЦКИ Андрей Раевский. Как показало обсуждение, вынужденный массовый переход на удаленную работу не только не ослабил цифровую защиту российских предприятий энергетики и других отраслей, но в некоторых областях даже увеличил эффективность работы сотрудников. Для промышленных предприятий козырем традиционно был ответ о том, что наши технологические сети всегда отделены от общедоступных сетей интернет. Кажется, что удаленная работа стимулировала к соединению технологических сетей с сетями, которые имеют доступ в интернет, а значит потенциально увеличилась площадь атаки. Возможно, на некоторое время люди стали уделять информационной безопасности чуть больше внимания, просто потому что мы все попали в необычные условия. Но надо понимать, что это может быть и временный эффект. Людям свойственно заострять внимание в необычной ситуации и свойственно терять вот эту фокусировку на вопросах безопасности, когда среда становится для них привычна. По большому счету ничего не поменялось в целом. Промышленность, в отличие от офисной работы, ее не всегда можно проводить удаленно. Поэтому, если мы говорим именно про промышленные площадки, они как работали, так и работали. Да, офисных работников, которые занимались обслуживанием такого рода систем, ну косвенным обслуживанием, там, счета подготавливали, планы строили. Понятно, что они были переведены на удаленную работу. Но можно ли рассматривать взломы или атаки на такие компании, как атаки на промышленные системы? В принципе, наша крупная промышленность достаточно хорошо отреагировала на этот вызов. То есть, в общем-то, не было какой-то паники, не было каких-то вот таких вот метаний. Все было сделано достаточно четко. То есть, этот переход, он, ну, прошел, как говорят в СТП, безударно. Касательно кибербезопасности ни один проект не остановился. По крайней мере, те, которых наша компания принимает участие. То есть, все они продолжались. В общем-то, ну, единственная была, может быть, проблема с доступом специалистов на объекты. То есть, приходилось сидеть в карантинах. Ну, как говорится, плюс две недели, это не так прям, что сильно страшно. В рамках, там, деятельности нашей организации мы безударно все прошли. Грубо говоря, у нас служба безопасности на высоком уровне отработала, да. Потому что у нас вертикаль выстроена, там, очень четко, да. То есть, и указания все были, которые поступают к нам из госкорпорации, мы их исполняем, и у нас, как бы, проблем не возникло, да. То есть, не было такого, что какие-то произошли, там, увеличение количества инцидентов, что-то такое. Консервативность определенная, очень жесткое нормирование, нормативка, они предотвращают какие-то резкие движения, резкие изменения. Да, тем более, что на многих предприятиях с непрерывным циклом, с непрерывным характером производства, в принципе, вот этот вот переход на удаленку, он был очень минимизирован. Даже, наверное, есть положительный момент вот в этом потрясении, которое произошло, потому что, если раньше можно было отмахнуться от вопроса, что удаленное подключение, удаленное управление, это нельзя, нет, мобильный клиент никогда в жизни мы это не принимаем, потому что не принимаем и точка. Сейчас этот разговор стал просто несерьезным. Мир изменился, да, и уже никто не считает, что можно без, можно безнаказанно отсылать письма на личную почту, да, там, пересылать защищенную информацию по незащищенным каналам, то удаленная работа должна послужить именно толчком к развитию направления кибербезопасности. К сожалению, довольно не у всех есть отделы по информационной безопасности, не у всех есть достаточно инженеров для того, чтобы это сделать. Это была и есть довольно большая проблема. Многие наши партнеры, они, ну как, они расширили свои продуктовые предложения, плюс к продуктам они предоставляют еще и сервисы. Ну, это как бы логичное совершенно, так сказать, оно и раньше было. То есть оно было и раньше, но оно было немножко, так сказать, не так активно сейчас, на самом деле это как-то такое серьезное направление для расширения своего бизнеса. Понятно, что тренд идет на дистанционный режим работы, даже если пандемия закончится, уже многие прочувствовали этот вкус и не хотят возвращаться в офис, и работодатели не хотят платить за аренду помещений. Поэтому дистанционный режим работы будет возрастать. И если не будут уделять компании должного внимания информационной безопасности, то эти компании долго не проживут на рынке. Реализуя концепцию гибридной конференции, организаторы творчески обыграли новые условия проведения офлайн-мероприятий. А в онлайне специалисты из разных городов могли наблюдать за ходом Kixcon через фирменное приложение и в видеотрансляции, которую дополнила серия интервью с докладчиками. Еще одной приметой эпохи пандемии стали дистанционные стендисты, отвечавшие на вопросы участников в демонстрационной зоне. Но основным содержанием конференций, как и в прошлые годы, стали отнюдь не технические нововведения, а первая после долгого перерыва возможность для офлайн-общения с коллегами. Видно, люди настолько истосковались также по живому общению, по встречам, что все постарались и приехали сюда. Оффлайн-конференция – это же не только контент, это еще и знакомство, и связи с людьми, это эмоции, это принятие решений каких-то, то есть того, что мы никогда не получим в онлайне. Ой, слушайте, ну это классно. Очень здорово, что мы тут встретились. Я уже год не выступал, и, честно говоря, даже немножко страшно выходить на сцену, как этот звук, там люди смотрят. Особая ценность конференции – это кулуары. Они здесь есть, за это организаторам большое спасибо. И вот это кулуарное общение, оно иногда заставляет выступление, озвученное со сцены, играть совершенно новыми и другими красками. Это нечто другое. Приятно видеть всех вживую. Считаю, отличный шанс пообщаться здесь с специалистами, потому что их реально крайне мало. Я много в своей жизни побывал на различных конференциях, и вот эта конференция, она чем, в моем понимании, от остальных отличается? Она такая вот, ну давайте скажем, добрая. То есть здесь очень дружественная, неформальная обстановка. Это вот, я считаю, огромный плюс этой конференции. Я вот честно скажу, я больше таких конференций не видел, где именно вот такая вот комьюнити, скажем так. После длительной самоизоляции возможность общения с ведущими экспертами, с партнерами, с заказчиками, обсуждения актуальных тем. Это, конечно, то, почему все стасковались. Потребность в том, чтобы люди могли также напрямую в личном общении обсудить злободневные вопросы, она есть, она никуда не уходит. Точно больше, чем на 100% мероприятие удалось. Большое спасибо организаторам. Продолжение следует...